Семейные династии всегда были примером сохранения преемственности, традиции уважительного отношения к выбранной профессии. Династии полицейских в органах внутренних дел не редкость. В том числе, кто на протяжении долгого времени обеспечивает правопорядок и безопасность, являются представители династии Тлемаховых. С некоторыми из них познакомился наш корреспондент Артур Мкце. Майор внутренней службы Людмила Тлемахова в настоящее время исполняет обязанности начальника штаба в городском отделе полиции. В системе МВД она трудится не первое десятилетие. Еще с тех пор, когда вневедомственная охрана была частью милиции. Причем в своем будущем профессиональном пути была уверена, наверное, с детства. И даже когда получила педагогическое образование, знала, это лишь шаг к мечте. Это самые должны быть умные, стрессоустойчивые, подготовленные люди. Ну вот какая-то элита, наверное, от общества, от людей, которые должны быть здесь, которые должны помогать этому обществу. Которые должны быть на голову выше всего. Должны быть спокойны, равновешены, знать, что делать. А в любой ситуации уметь найти выход из положения, помочь человеку. Самое главное – помочь человеку. Работа штаба – это в первую очередь организация взаимодействия между подразделениями полиции, координация их деятельности, предоставление статистики успехов и недоработок. Впрочем, вне работы Людмила старается полностью сконцентрироваться на повседневной жизни, в которой самое главное – это семья. Корнеид Лимахов родился в семье оперативника, а потому с раннего возраста был знаком с работой стражей порядка. Его отец, Назир Пакович, имеет за плечами более чем 30-летний профессиональный стаж. Прошёл путь от оперативного сотрудника в Урупском районе, тогда ещё автономной области, до одного из руководителей республиканской полиции. В Станице-Прирадной мы практически жили около отдела, и, естественно, я считал нужным каждый день заходить туда. Я знал, где находится дежурка, я знал, где находятся кабинеты каждого сотрудника. Потом отец поступил в Ростовскую академию для получения высшего образования. Естественно, он оттуда привозил всякие учебники образовательного характера. Это была судебная медицина, это была криминалистика. И в какой-то момент мне очень интересно стало познать, что же там в этих книгах. Я их начинал читать, то судебную медицину, то криминалистику. И потом потихоньку это всё перешло в то, что я увлёкся детективами. Ну и понятное дело было, что с отцом на тему его работы нам было легко общаться. Так изучение криминалистики из детского увлечения переросло в жизненный путь. После вуза и годичного пребывания в госавтоинспекции Корней стал следователем сперва Адыгихабльского райотдела, затем Хабесского. В 2001 году перешёл в республиканскую столицу. А спустя 17 лет, отдав службе охраны правопорядка в общей сложности около четверти века, ушёл на заслуженный отдых. Впрочем, в роду Тлимаховых есть кому продолжать традиции. Да и наставник, если появится необходимость, готов помочь. Насчёт отца я вам могу сказать. Он и отец, он и учитель, он и консультант, он и критик. По вопросам, которые мы, например, недопонимали, мы обсуждали с отцом. Как бы он в этой ситуации поступил, как бы он сделал. Он всегда подсказывал, говорил, как лучше, как правильнее, как справедливее. Сыновья Корнея и Людмилы пока отправились покорять творческие вершины. Старший – воспитанник танцевального коллектива Ридада, в составе которого становился лауреатом престижных конкурсов и фестивалей. Младшему нравится играть на кавказских музыкальных инструментах. Правда, нельзя исключать, что однажды кто-то из них всё же отправится по пути, который когда-то выбрали их родители. Артур Мухцель, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия.